Тойота Сказать больше нечего. Думали ручеёк не глубокий. Проскочили, слава богу. Так что, Михаил Александрович, там ещё никто не рыбачил. Точно. Я забыл сказать, Юрий Петрович, что все доезжают, вот там разворачиваются, а мы решили пробраться. Юрий Петрович, я надеюсь мы будем вознаграждены хорошими налимами. Ну что, погнали? Поехали. Ещё одно препятствие, вот здесь посередине глубина хорошая, где-то полметра. Всё, пролетели. Отлично. Всем привет! Вы на канале Рыбачий Патруль. Дорогие друзья, добрались мы до озера, до нашего с налимами. Но лёдик там вот такой. Поехали обратно, а обратно-то не так-то просто. Значит, всё мы проскочили, но вот как мы заезжали, вон здесь глубина глубокая. Сейчас будем разбивать весь лёд, чтобы машина могла выехать. Вот такой бы лёд был бы на озере, однозначно бы наловить налимов. Ну, в перволёде. Всё-таки Юрий Петрович решился. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Крещит, но сантиметра три с половиной четыре есть лёд. Пойдёт. Надеюсь выдержит нас. В данном месте глубина под нами два с половиной метра. Рыбачим мы на свежемороженую корюшку. Корюшка ещё с прошлого года. Даже, наверное, уже не свежемороженая, но прошлогодняя, в общем. Два с половиной метра уже нормальная глубина. Сейчас потихонечку будем проходить дальше, смотреть лёд и выставлять жерлицы. А потом поставим палатку, установим телевизор и будем ловить корюшку и налима. На улице минус восемь градусов. Палатку мы установили. Свет подключили. Удочки начинаем забрасывать. Телевизор установили. Даже вот в телевизоре можно присмотреться посередине глазик. Это корюшка у нас. Убежал. А, вот она, вот она. Есть. Рыба присутствует. Так, у нас будет стоять две удочки на корюшку и одна посередине на поплавок на налима. Но, Ир Петрович, наверно, надо чая попить. Да, сейчас поставлю вам пить чай. Ну и поклёвка. Ну, ещё раз, дёрни. О, смотри, гирлянда целая. Сразу дуплет. Да. Ну, отлично. Я предлагаю, сейчас её быстренько, если она клюёт, так клюёт, даже чай не пить, быстренько наловить, пересадить свежую на жерлице. Да, да. Свежая есть свежая. Ты там ведро есть же? Ведро есть, да. Давай сюда. Говорят, до первой рыбы нельзя. А у нас уже их две. Поэтому мы решили с Юрием Петровичем съесть по бутербродику и ждать поклёвок. Говорю, в камеру иногда рыбка показывается. Но мы приехали не за корюшкой, мы приехали за наливом. Ну что, нам приятного аппетита, Юрий Петрович. Приятного аппетита. В гости к нам колючка маленькая пожаловала. Небольшая бегает. Надоело? Чай допить. Доесть. Потом рыбачить. Так она сидит. Корюшка отборная, да? Не говори. Таких сколько надо? Тысячу штук, чтоб ведерко наверно задеть. Юрий Петрович, у вас как здесь? Да что ты поклевала, поклевала, перестала. Ну я по камере смотрю, рыба есть. Да есть только что-то. Кто клюет, то опять не клюет. Ну что, я там пошел менять корюшку. У меня несколько сработок. Пойдемте посмотрим. Заташли посмотрим. Первая сработка. Ух ты. Так, так, так. Идет. Идет. Да, да. Ну, килограммчик. Где-то с килограмм, да. Да, отлично. Какие они красивые-то здесь. Ага. Первый налим из килограмм это зачет. Поздравляю вас, Юрий Петрович, с первым налимом. С первым налимом в этом сезоне. Вашим, да. Я-то еще когда щук ловил, поймал. Да. Вторая сработка. Ну, у Юрия Петровича такой. А у меня, наверное, вот такой, не больше. Хотя, да нет. Я думал покрупнее. За лето отвык. Заглотил неглубоко, поэтому что делаем правильно. Поцеловали первого налимчика, корюшку ему оставили и отпускаем. Давай, родной, за дедушкой и за бабушкой. Третья сработка и практически все в берегу сработки. А, он еще четвертый, Юрий Петрович. Все в берегу. Тоже. Малыши. Карандаш. Сейчас будем отсыпать его и отпускать. Да, обидно, конечно. После первого, я думал, рыба пойдет. Так она и пошла. Мелкая. Только мелкая. Меня-то порадует хорошая рыба. Здесь у нас свежая корюшка. Это старая. Я менял уже. Как так-то? Ну, кто-то же ее сбил. Вот такая рыбалка сегодня. Так, ну все, корюшки у нас нет. Эту сейчас, конечно, оденем. Идем ловить корюшку в палатку. Ершей к нам пришли. А на удочку пока не берут. Да ладно. Пошла. Родная. Покрупнее корюшка такая. Да, солиднее. Только на одну мормышку, да, вас берет? Да, на вот эту вот мормышку и все. Какая у вас такая беленькая капелька. Да. Вот только на нее ловится. Я ловлю тоже на оснастку. У меня там и крючки, и мормышки светонакопительные. Но не берет на них ничего. Вау, Юрий Петрович одну за одной таскает. Корюшка. Корюшка. Значит, плюет на удочку корюшка. Как я говорил, а на камере у нас вот так. К нам пришли ерши крупные. Ерши такие зачетные. Ну, так интересно, конечно, вот с такой камерой. Чисто смотреть в экранчик. Смотреть на эту рыбу. Главное, что она есть. О, какие красавчики. Вот так они скапливаются около камеры и стоят. Ну, 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 давай, 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 давай. Оба-на. Вот такой дуплет. Это у нас что здесь? Корюшка и ерши. Значит, ерши стали у нас клевать. Подошли поближе. Сейчас мне начнут писать. Ерши, самая лучшая наживка на налима. Ничего подобного. Не ловится у нас на ерша. Пробовал я не один раз ставить. Не клюет. Налим выбирает у нас нежную сладенькую корюшку. Не хочет на этого ерша сопливого брать. Вот так у нас. А, ну все. Пойду я менять. У нас же не все еще поменены. Да, да. Тут 4, да, как раз у нас стоит. Нету. Нету. Понятно. Ну что, Эль Петрович, пойдемте, наверное, проверим. Пошли проверим. Потом будем кофе пить, рыбачить. Корюшка у нас есть. Вон, видите, сколько подловлено. Поэтому часик прошел. Надо перепроверить жерлицы. Ну не дает рыба уйти, а. Закон подлости. О, есть. Вот такая. Красивая. С запахом огурца корюшка. Идет на Налима. Это сработка, которая рядом с палаткой. Да, мы ее слышали. Да, 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 да. И сработало. Интересно, что здесь. Ну, сейчас посмотрим, что здесь. Мелочь. Мелочь. А почему в палатке-то мелочь не берет? Да как мелочь? Не. Нормально, с полкило. Да. На сковородку сойдет. Самые сладенькие. Шел намного хуже. Я думал, что, вернее, легче. Думали, грамм 300? Да. А он даже и не заглотил. Ну, берем на сковородку его однозначно дать. Даже отпускать не будем таких. У нас их всего. Это второй. Вторая сработочка у нас. Не вымотана. Ну, посмотрим. Есть. Мелочь. Ну, я даже знаю, что у меня. У меня детский сад. Это вот такой налимчик. Блин. Не везет. Все. Теперь, наверное, будет Юрий Петрович таскать. У него как-то покрупнее бывает. Попробуйте. Попробуйте. Здесь у нас метр глубина. Блин. Дедский сад. Вторая четверть. Да. Малыши. Да. Ну, что я предлагаю еще пойти попить кофе. Сработок пока больше нет, я смотрел. Ага. Попить кофе, посидеть, половить корюшку. И, наверное, собираться к дому. Ну, хороших налимов нету, а такую мелочь изводить не хочу. Согласны? Да. Погода радует. Где-то минус два, минус три градуса тепло. Ну, погода как раз для... Не налим я, я бы сказал. Налим все-таки любит, когда примораживает немножко. Идем к палатке, а у нас сработка. Тихо крутится. Крутится. Даже еще крутит. Не сильно, но видел я. Да. Я тоже видел. Давайте, если крупный, я думаю, должен заглотить. Подсекать-то будет. Это только если. Мелко. Тут детский сад. Я думаю, подсекать надо. Да, малыши. Не везет нам пока с хорошим налимом. Пришли в палатку, только сели и у нас поклевка. Какой-то налим клюет. Интересный размер. У вас там и корюшка клюет. Что, подсекаем? Да пусть. Или пусть засосет. Засосет. О, повел. Давай. Да, вроде бы неплохой добыть. Даже не совсем детский сад. Я же орю, что неплохой. Я бы сказал, крутой налим сегодня. Классно мы в палатку зашли вовремя. Вовремя, да. Самое главное. Может они мы домой, а они и решили выйти, Юрий Петрович. Так, ну, налим и мы ловим вот на такую моргалочку. Сейчас. Моргалка. Зацепились все. Моргалка и джиг головка небольшая. Хороший налимчик, килограммчик. Да. На сегодня это? Это на удочку. Да. Это зачет. У нас еще одна поклевка налима. Практически сразу же. Только этого выкинули. Давай ныряй. Нет. У Юрия Петровича хороший, а у меня... Конечно, детский сад. Хорошо, наступь. Подожди. Вас зацепило? Ага. Да. Я вижу. Так, а он что у вас еще клевал? Подождите, у вас тут ерш. Все у нас поклевало. И налим и ерш. Так, налим-то иди. Так. Ерш Юрия Петровича снимается. Опять на нижнюю, на мормушечку, на любимую Юрия Петровича. Да, Юрий Петрович. В общем, как-то так. В общем, будем распутываться и пить кофе. Да, Юрий Петрович не даст нам кофе попить. Не даст. Даже наденется. Это мелочь. Вот такой вот, эти самые... Ёршики? Ёршик, да. Долбит, скорее всего. Я тут уже вытаскивал такого. Я думаю, корюшка. Повадки корюшки. Нет? Сейчас посмотрим. Я думаю, корюшка. Нет, Михаил Саныч, не угадал ты. Да. Я же говорил, что ёршик. Ёршик, ёршик. Да. Что-то я сноровку теряю. Просто кофе не допил ещё. С молочком. Да. Сейчас только клёв начнётся. Эй, куда? Вижу, Петрович, поплыл-то. Ох ты! Да ладно. Да. Эй, родные, вы чё? Я тут домой собрался. А ты домой собрался. А они расплевались. Это третий за 20 минут в палатке. Мы только-только кофе допиваем. Угу. Слушайте, хороший? Да. Грамм 800. Красивый цвет у меня. Да, здесь красивые налимы. Но в палатке Юрий Петрович подходить близко страшновато. Лёд скрипит. Тает под нами. А лёдик-то, а лёдик-то, что-то тут прям вообще ни о чём. Но налимы зато как клюют, да? Угу. Угу. Юрий Петрович выкидывал налимы из палатки. Говорит, Миш, две сработки рядом с палаткой. Ну мы же не можем их пропустить. Надо пойти посмотреть. Обязательно. Здесь нету ничего. Нету? Нет, есть. Только эти мелкие, наверное. Малыш? Да. Да. Детский сад. Ещё одну сработку видели. Вот здесь, на этой жерлице нас она два или три раза обманывал. На стол уже я приходил. Чуть-чуть растащена и нет корюшки. Свежая корюшка, я её там цепляю. Всё равно сбивает. Ну давайте посмотрим на этот раз, что будет. Есть. Всё ясно. Я больше вытаскивать рыбу не буду. Потому что у меня вот такие. Сегодня клюют только. Ну его же не было только что Юрий Петрович. Они прям на глазах клюют. Вроде бы не было. Да не было. Я шёл рядом. Детский сад. Вторая четверть, да? Понятно. У вас тоже сегодня такие. Всё. Пора домой. Это говорит о чём? Пора домой. Правильно. Хватит. Даже за дедушкой, за бабушкой уже не надо. Всё. Мы сейчас немножко в палатке порыбачим и пойдём. Мелкий? Я так думаю, что да. Подыграть? Угу. Какой-то маленький был. Чукурушка. Не сошла. Тюк-тюк и всё. Ясельный сад. Ой, ясельная группа. Может крупный просто боится? Вон опять. Он прям играет. Ага. Брать не хочет. Или реально маленький, за хвостом его дергает. Уже домой собирались. И последний налим. Ну как-то вяло, да, Юрий Петрович? Мелкий, скорее всего. Ага. По кругу гоняет. Давай, давай, давай. О, попёр, попёр. Ну понятно, у меня всё стандартно. Полин, то что ж такое-то, Юрий Петрович? Ну не везёт мне сегодня. Всё. Пойдём домой. Будете все вы проверять. Может вам, как говорится, напоследок хоть хороший налим. клюнет. Ну это прям... Я доволен. Вообще рыбалка сегодня. Класс. Давай, родной. До следующей встречи через... С тобой я лет через пять-шесть готов встретиться. Ну а с дедушкой и с бабушкой хоть завтра. Ну а мы пока собираемся уже в палатке. Всё. И идём снимать жерлицы. Практически все жерлицы сняли. И вот пока первая. Осталось там четыре жерлицы снять. Есть. Детский сад. Детский сад. Да. Ну ладно. Тоже рыба, да? Да. Ну это грамм триста такой, четыреста наверное. На заглот? Да. Ну этого берём тогда. Оказывается, то не последняя сработка была. Да, но вторая сработка. Нет, ещё одна тут сработка. Ну ёмки. Здесь наверное тоже детский сад, да? Ой блин, ясли. Мелочь одна. Да. Наша рыбалка за налимом подошла к концу. Итог рыбалки. Пяток неплохих налимчиков. Конечно на то озеро, куда мы сначала ехали, мы не добрались. Там лёдик вот такой, как я уже говорил. Там конечно налимы покрупнее. Переехали на другое озеро. Налимы помельче, но побезопаснее. Ледок хотя бы вот такой. Вы же видели. Даже поставили палатку, уже бегали спокойно, рыбачили. Значит открытие сегодня удалось на все 100%. Рыбачили мы в общем 6 часов, 5 налимов. Ну и корюшки подловили на следующую рыбалку. Всё дорогие друзья. Всем счастливо. Всем пока. До новых встреч.